интересно и кажется что зачем он вообще нужен есть можно просто игру сделать хорошую красиво интересно но нужно понимать зачем все это делается параллельно пока буду рассказывать можете писать в чат вопросы если у вас есть если вопросов сейчас нету но появятся потом можете наталья передать вопросы и она мне их отправит я отвечу и вам ответы передадут потом если вдруг сегодня у вас нет вопросов когда-то появится по тем темам что я сегодня расскажу значит с чего начать зачем вообще дизайн документ и для чего нужен этот документ во первых для вас как для так скажем юных дизайнеров документ этот это одно из самых главных что есть в разработке в него потому что вы должны описать так скажем все что вы видите что придумывали про свою игру либо про часть игры в этом документе вы или человек который придумывает игру записывает все все части игры какие есть как они работают и что вообще важного есть в этой игре что понадобится потом при разработке конкретно если по пунктам пройтись для чего он нужен я могу выделить два основных пункта во первых в этом документе собирается вся важная информация об игре что происходит в игре как это происходит в игре когда происходит почему то есть понимаете все что вы придумали да например если у вас летит птичка нужно описать как аналитики вы ей управляете или не управляете это наверх или летит она право или влево все это должно быть описано так чтобы тот человек который будет потом читать ваш документ смог правильно понять о том как работает ваша игра что в ней есть и это может быть не только человек которому вы даете почитать документ но это может быть даже вы если вы его написали а потом хотите вспомнить что-то или забыли например какой-то момент это тоже очень важно второй же пункт это для того чтобы сохранить информацию вы например придумали что-то новое в игру добавить например что птичка не только летает а например она собирает какие-нибудь еще там конфеты на это тоже вы записываете в документ и записывается например почему вы решили что там конфеты собирает вообще птички например они не едят конфеты в реальной жизни в основном да вы вот придумали что вам хочется именно так и в это все записывается потому что когда начнете например вы делать игру или программист начнет делать нужно вспомнить почему и чтобы долго не копаться в голове вы можете открыть просто свой документ и найти эту информацию вот это два основных пункта это то есть там хранится вся важная информация которую вы можете легко найти чтобы не вспоминать и там получается описано все что происходит в игре потому что это тоже должно все быть там где-то отражено и понятно прочитав как работает игра что в ней есть так на что вам стоит обратить внимание подумать когда вы пишете дизайн документ во-первых пишите документ о какой-то схемке вот например если взять вашу схему по которой вы сейчас пишите у вас есть такая табличка в которой есть название там есть какие-то блоки и каждый блок за что-то отвечает вот например сейчас о вашей схемке которая у вас есть если разбить скажем на пункты по очереди с ней работать смотрите как получается например первый пункт у вас это я назову его например название и то для кого вы делаете игру это то что у вас самом верху ваших документов вы придумываете название игре если не можете сейчас придумать оставляете и для кого вы делаете игру то есть может быть это детская игра для обучающая например азбука какая-нибудь или математика может быть это там для дошкольников или дошкольников либо это может быть игра там для взрослых типа не знаю какая стрелялка там или какие-нибудь гонки вот это можно выделить в один блок следующий блок это блок 1 то что у вас называется и там вы описываете то с чего игра начинается это старт игры как проходит какие правила в игре и какое в игре управление здесь вот можно выделить три пункта это старт с чего начинается правило это как в эту игру играть чтобы получить приз или выиграть игру и управление это что нужно нажимать там мышкой клавиатуры и как вообще скажем при помощи компьютера с этой игрой управляться вот это второй блок третий блок это у вас блок 2 называется там вы описываете первый уровень и я бы добавил туда еще описание как в эту игру играть дальше то есть у вас же не только первый уровень есть правильно но вы еще должны придумать какие-то уровни следующие чтобы игроку было интересно тут на примере первого уровня вам нужно будет рассказать что есть в этом уровне как будет его видеть игрок что он там видит что в нем вообще интересного есть дальше вам нужно рассказать что хотите показать игроку после первого уровня чем следующие уровни будут отличаться от первого и что там нового будет встречать игрок потому что ну если в игре каждый следующий уровень будет не отличаться от первого то конечно будет интерес ну не так интересно всем играть будет скучно это тоже лучше отметить чтобы было понимание что дальше будет встречаться и последний блок он у вас блок 3 называется это финал кем заканчивается ваша игра или может ситуации вообще не заканчивается только уровень � anni вы прошли уровень закончился до что дальше почему конец в игре такой или почему этого конца не вам нужно если вы хотите чтобы закончилось если бы закончилась история какая то тогда например конец есть это если вы хотите чтобы tribute история всегда продолжалась или вы всегда могли играть дальше зарабатывать больше очков то концерт боковой игре может и не быть, только что-то новое появляется постоянно, чтобы было интересно, а так играйте сколько хотите. Вот. Затем я бы посоветовал всегда добавлять картинки к каждому вот такому блоку, что я писал, потому что без картинок в игре очень сложно понять, на словах бывает, что вы хотите, чтобы, так скажем, было в начале в игре, было в конце игры, было в середине игры. Игра вообще, это же по сути картинки, которые двигаются, да, и все, что связано с игрой, всегда лучше сопровождать картинками. Добавляйте просто в дизайн документ картинки всегда. Если у вас, например, картинок сейчас нету, да, не нарисовал вам художник или вы не нашли в интернете, нарисуйте на листике картинки и сфотографируйте и вставьте в документ. Это будет тоже очень хорошо, если потом, когда у вас уже будут с интернета картинки или вам художник нарисует, тогда вы их поменяете на те, которые нужны. Но всегда лучше их добавлять, тогда понятнее. И каждую часть описывайте отдельно. Вот все те части, что я вам перечислил, и как у вас по блокам в вашем документе разбито, всегда думайте над каждым вопросом, который там есть, что там надо описать. И вот вы подумали над частью, ее описали, переходите к следующей. Тогда и вы полнее напишите документ, и тем, кто будет читать, будет понять. Так, в чем же основная логика дизайн документа? Всегда помните, что вам нужно описать игру в этом дизайн документе максимально детально, чтобы любой человек, который будет читать, понял, как она работает и что есть в этой игре. То есть это может быть, например, если на конкурсе, это могут быть судьи какие-то, если это, например, ваш друг, который помогает делать игру, но вы ему еще не рассказывали, он тоже должен прочитать этот документ и понять, как там игра работает. Потому что вам, например, может быть понятно, потому что вы уже в голове себе все придумали, а человек не знает, как она работает. И когда читает, может быть, не все понятно. И лучше всего очень хорошо подумать и по пунктикам, все, как я выше говорил, расписать. Тогда это будет очень хороший дизайн документ. Также надо понимать, что он нужен для того, чтобы вам помогали ваши коллеги. Например, если вы придумали игру, но у вас код пишет кто-то другой, ему же тоже нужно дать этот документ, чтобы он его прочитал и понял из этого, как ему написать код. Или художник, если он вам будет рисовать картинки, тоже должен прочитать, увидеть ваши картинки, которые вы пока что, например, от руки нарисовали на листике или написали просто как там что работает, он тоже должен все это понимать. Это основные части по поводу геймдизайн документа, что хотелось вам сказать. Хочу еще рассказать вам, что такое Core Loop. Есть такое понятие в геймдизайне, если по-русски говорить, то это основной игровой цикл. Это тоже очень полезно себе в голове представить или даже на листике нарисовать. Это такое понятие, как, например, ну возьму, например, игру Flappy Bird, которую вы все наверняка знаете уже, потому что делаете что-то очень похожее, интересное. В этой игре Core Loop, вот этот основной игровой цикл, это, скажем так, такая последовательность. То есть в начале игрок старается не дать птице врезаться в препятствие или упасть. Это вот как он играет. Когда он поиграл и либо упал, либо, например, там выиграл, он получает очки какие-то. После этого там есть рейтинг, он поднимается в рейтинге выше. После этого он опять играет в игру, опять получает очки, опять как-то меняется в рейтинге. И вот эта вот последовательность, что сначала игрок играет, что-то получает, либо что-то тратит и снова играет. Вот это основной игровой цикл называется Core Loop. То есть это, так скажем, если обобщить, из вот таких вот пунктов можно составить вашу игру. То есть что нужно делать в игре, что игрок получает или тратит, и что происходит потом. Либо конец игры это может быть, либо он опять возвращается в игру. Вот это называется игровой цикл. То есть цикл это то, что идет по кругу. По поводу того, вы сейчас разрабатываете игру в стиле Flappy Bird, насколько я знаю, и какие бы игры посоветовал вам еще посмотреть, не смотрите только игры, похожие на Flappy Bird. Посмотрите вообще игры, которые, например, вам нравятся, потому что игры, в которые вам нравится играть, в них наверняка есть какие-то прям фишки, какие-то, которые вам нравятся. Например, там, не знаю, в гонках, например, вам нравится, что заработав сколько-то очков, вы можете машину перекрасить. Можно и во Flappy Bird добавить такое же, например, вы собираете монетки, а когда собрали сколько-то, можете потратить их на то, чтобы птичку поменять на другую. Вот, то есть смотрите максимально на все игры, которые вам нравятся, и из них можете брать уже какие-то интересные вещи для того, чтобы улучшить вашу игру. А игры вообще, которые могут быть похожи на Flappy Bird, из которых можно что-то посмотреть, они не совсем такие, как Flappy Bird, но я, например, играл в такие игры, как Jetpack, Joyride, я потом скину в чате к вам, Jupiter Jump и Doodle Jump. Они очень похожи на Flappy Bird в плане механики, там надо, например, летать, двигаться, но суть тоже в том, что нужно не дать твоему персонажу упасть и собирать, например, какие-то элементы или в душе. Петр, вы пропадаете, не слышно, звук пропал. Просто пропадаю? Вот сейчас слышно. Ну, наушники очень хорошие. Вот. Вот. Вы можете в них поиграть, в них достаточно интересных механик для того, чтобы из них что-то переделать. Но вообще всегда играйте в много игр. не обязательно если вам нужно сделать игру FloppyBird, играть только в FloppyBird. Вы должны понимать, как работает игра FloppyBird, но играйте в другие и вы точно найдете в них что-то, что можете взять в свою игру и сделать эту игру лучше. Ну, вот как-то так. Если какие-то вопросы есть сейчас, можете спрашивать. Если нет, то можете писать, не передадут. Смотрите, у нас осталось еще 7 минут, но вот мы предполагали, что рассмотрим какие-то проекты ребят. А, да, давайте я быстренько пройдусь тогда. У меня здесь есть два документа, например. Еще есть время у нас, правильно? Ну, буквально 7 минут. Ну, смотрите, например, я могу взять документ Яна Перекреста и вот если его открыть, я вижу, что... Там есть такая функция делиться экраном. Можно показать демонстрацию экрана, внизу такая зеленая стрелочка. Да, да, Вот внизу экрана, когда нажимаете и там да, вот. И сейчас вам нужно выбрать... Вот, да. Отключите, пожалуйста. Петр, какой-то черный квадрат получился поверх. Ну, я, честно говоря, зумом особо не пользуюсь, поэтому не знаю, как он... Блестяще справляетесь. Вот это игра Яна. А, видно, да? Да, все видно. Смотрите, смотрите, здесь, например, пока не указано название игры, да? Его можно в конце, когда вы уже напишете, когда Ян, например, ты напишешь весь документ, если он здесь есть, конечно, есть Ян. Ян здесь есть. Вот. Когда допишешь весь документ, можешь название указать в конце, потому что не всегда, например, на моей практике тоже легко придумать название к игре в самом начале. Целевая аудитория это, ну, для кого вы делаете игру, лучше сразу понимать, для кого, потому что вы уже примерно знаете, какая игра, и можете понимать, кто хочет в нее играть. Это лучше заполнять тоже сразу. В первом блоке вот тут написано, написано, что есть правила, да, и как вообще игра стартует, я бы тут написал. Вот здесь написано, что... Я сейчас в хабрете, да, я буду чайить. Я буду чайить. Извините, я сейчас попробую выключить звук, вроде уже у всех убрала. Ребята, пожалуйста, самостоятельно выключите звук. Вот только те, кого будем приглашать. Так, смотрите, здесь написано, например, как вообще, о чем игра, да, что там попугай спрятался в дождя, попал в другой век, теперь он там изменился, и ему, чтобы вернуться назад, нужно обойти препятствие и насобирать монет. Здесь, в принципе, понятно, что надо делать, но, например, здесь непонятно, зачем нужны монеты. Вот здесь описано, да, но непонятно зачем. То есть так с большего понятно, но я бы написал тоже немножко шире, что он попал, например, в машину времени, превратился, потому что попал в другой век, и теперь ему нужно преодолевать препятствия, а что это за препятствия, тоже желательно написать, например, это какие-то скалы, или на каждом уровне препятствия будут свои, наверняка, если там по мере продвижения по уровням это будет постоянно меняться века. Тоже это чуть подробнее написать. Написать, зачем нужны монеты, ниже управление, ну, тоже чуть подробнее написать, что стрелками вниз-вверх это надо управлять, получается, попугаем, чтобы он не упал, или чтобы он выше-ниже подымался, может ли он упасть. Вот в Flappy Bird птичка может упасть, да, здесь непонятно, он может упасть, или он просто как бы вверх-вниз должен двигаться, чтобы не столкнуться с препятствием. Во втором блоке написано про первый уровень, что попугай вот попадает в машину времени, переносится в доисторические времена, становится там другим, летит по разным локациям, время меняется, и он возвращается назад. То есть, тут тоже нужно написать тогда, что он попадает в машину времени, изменяется, и дальше, после первого уровня, каждый уровень дальше, получается, приближает его к настоящему времени, я так понимаю, к такому, откуда он прилетел, да, то есть, он летит из древних времен в настоящее время, и каждый уровень, получается, будет оформлен по-своему, под свой временной какой-то период. Вот это все надо написать, потому что иначе непонятно, куда он летит, и летит он, и что-то уровни меняются, да, но что конкретно будет меняться, написать. Про финал здесь тоже пока что ничего нету, нужно написать, игра заканчивается или нет, чем заканчивается, и всегда нужно отмечать, что у вас вот по сравнению с Flappy Bird, например, интересного в игре есть, ну, точнее, не то, что даже интересного, а то, чего нет во Flappy Bird. Понятно, что картинка другая, но вот здесь зачем-то есть монетки, и нужно написать обязательно, зачем они нужны, тут можно из-за монетки что-то купить, например, или можно просто, кто собрал больше монеток, сколько уровней, если у игрока нет. Вот это все мелочи, эти нужно вам обязательно записать. Здесь хорошо, что есть картинки, да, но нужно тоже подписывать, получается, что эта картинка, например, ну, вот тут, я так понимаю, одна картинка с одного времени, вторая с другого, третья с третьего, и про финал тоже какую-нибудь картинку вставить, объяснить, что и как, и картинку монеток, и зачем вообще монетки нужны, для какого-то очков каких-то, или что-то вы можете докупить там, игре и поменять с этим моментом. Понятно, Петр, у нас сейчас просто закончится конференция, она буквально полчаса, слушайте, а насколько возможно сделать такую штуку? Вот ребятам нужно будет переварить, будет запись, я ее потом выложу в Инстаграме и в Фейсбуке, ребята, очень прошу подписаться на Инстаграм, на Фейсбук, лайкнуть, естественно, сказать спасибо Петру, потому что было очень интересно, и может быть тогда ребята соберут свои вопросы, то есть они начнут разрабатывать игры, появятся вопросы, мы там встретимся, например, через неделю и конкретно ответ на те вопросы, которые есть. Можно так сделать? Да, только давайте как-то обозначим, что мы соберем вопросы, например, до среды, и, например, в пятницу тогда созвонимся, ну то есть, чтобы у меня было пару дней на них ответить и написать, а потом созвониться, чтобы, ну... Хорошо, значит, смотрите, сегодня у нас вторник, до среды, это до завтра, давайте до завтра, до 23.59 мы собираем вопросы. Хорошо. Вот, ребята, собираем вопросы, а потом уже определяемся, когда у Петра будет время встретиться с вами, конкретно ответить на ваши вопросы, ну, возможно, какой-то проект еще раз посмотреть. Ребята, Инстаграм есть в чате, посмотрите, пожалуйста, заходите туда, в крайнем случае напишите Viber. И вот еще чуть-чуть времени осталось, нас сейчас может выбросить любой момент. Артем Стренок спрашивает, как разнообразить монотонный геймплей, если это, допустим, кликер? Нужно постоянно добавлять какие-то механики в игру, например, в любом, если это кликер, да, то в кликерах часто делают так, что ты, когда кликаешь, набираешь очки, а за эти очки потом что-то покупаешь, например, не знаю, новый фон какой-то для игры или новую, не знаю, какой-нибудь объект, по которому кликаешь. То есть всегда, вот почему я говорю, нужно смотреть на другие игры и как в других играх, например, за счет, ты в играх добываешь, например, монетки в какой-нибудь игре, а за них что-то покупаешь и меняешь внешне. Вот это можно и в кликер тоже в любой внести, то есть если ты набрал нужное количество очков, открылся новый уровень за очки, либо уровни старые, но у себя поменялось что-то внешне. Всегда думайте, что можно взять и внешне поменять для игрока, чтобы он смотрел в экран и видел что-то новое. Понятно, спасибо огромное еще раз, Петр, ну и пока нас не выбросило, еще можете задать вопрос, ребята, пока есть время. Сейчас нас просто в любой момент будут закончить. У кого есть вопрос? Петр, вы можете закрыть демонстрацию, тогда вам будет проще работать. Обычно демонстрация, она как-то... Вадим хочет задать вопрос, задавайте. Давай. Дайте чая. Ребят, я понимаю, шутка-дело хорошее. У кого вопрос есть или нет? Меня есть. Давайте, задавайте. Как создать свою игру? Придумать, во что тебе интересно играть. Придумай, во что тебе интересно было бы самому играть, какую бы ты играть. Я не могу придумать. Ты придумай. И дальше начинай писать вот по пунктам, которые есть у тебя, вот у всех есть в табличке. Записываешь все, рисуешь картинки, вставляешь и начинаешь делать. Все просто. Вот, еще спрашивают, можно ли узнать про заработок в рекламе? Прямо сразу. А что конкретно? Как много денег это приносит? Ну, видимо, да. В частности, налоги. Ну, видимо, уже игра есть, что ли, ребят? Ну, тут вам нужно не с дизайнером общаться, а есть такие специалисты, маркетологи называются, которые отвечают за заработок игры на рекламе больше. Еще вопрос. как защитить свою игру от более знаменитых компаний? Вы можете просто включить экран? а можно просто защиту поставить, вот и все. А что значит защитить игру от знаменитых компаний, чтобы они, так скажем, не сделали такую игру, как у вас? Или что? Или что? правильный антивирус? каждый раз ее менять, каждый раз тщательно обновлять. Они не успеют это сделать. Для того, чтобы вашу игру никто себе не забрал, вы должны написать документ, дизайн документ, да, максимально полно там описать все, все вот ваши нюансы в игре, потому что если, сейчас же, если вы сделаете игру, как Флаппи Бёрд, например, любой человек может ее сделать, потому что там нету ничего такого, чего бы вы придумали прям своего интересного, если вы просто скопируете Флаппи Бёрд. Поэтому вы должны придумать, чем она отличается, почему всегда просят вас сделать так, чем она уникальна будет. Вы делаете игру такой, какой нет ни у кого. Пишите дизайн документ и дизайн документ возьмите отставьте себе на почту сами. Если вы прям считаете, что у вас игра какая-то очень уникальная, отправьте этот документ себе на почту и тогда у вас в почте он будет лежать и если вдруг кто-то сделает такую же игру, как у вас и вы решите, что у вас ее украли, когда вы ее там выпустили, вы можете показать, что у вас вот в такой-то день, например, сегодня, вот у вас есть документ на почте, в почте написана дата, когда вы его себе отправили и это значит, что вы ее сделали раньше, чем другое. А если нет электронной почты? Завести электронную почту. Завести электронную почту. И как можно поскорее. Да, абсолютно прав. Петр, а можно еще у нас тут как-то случайно Адрина появилась рассмотреть второй дизайн документ и вот алло, Петр, вы с нами? Можно второй дизайн документ посмотреть, может быть, там еще что-то предложить? Так, сейчас найду. Демонстрация Кана. Видно? А можно Игоря Лапо? А у меня только две. Игорь, твоя работа, она была на первом сезоне. Здесь второй сезон рассматриваем и готовимся ко второму сезону. А чем первый от второго отличается? Тематикой. В первом сезоне были гонки 2D, второй сезон игры в жанре Плапидор. И вот сейчас вам как раз дизайнер об этом рассказывает. Я, кстати, сбросила дизайн документа, который вы можете потом взять и скачать и заполнить. Так, видно, что на экране у меня? Нет, пока не видно. Нет. Нет, демонстрацию экрана включить. А так? Так тоже нет, там вот внизу зеленая кнопочка, так вот на нее нажали. Да, там надо выбросить. Пошло, пошло. Смотрите, например, в этом документе здесь есть почему-то пункт, на что похожа игра, но нет пункта, для кого это игра. То, что игра похожа на Flappy Bird, это понятно, поэтому тут можно этот пункт вообще не писать, можно написать, для кого здесь игра сделана. правила игры, правила игры, да, что в начале игроку выдается 50 долларов, в меню игрок может крутить колесо удачи один раз за игру, зайти в магазин, сыграть в игру. Это не столько правило, сколько вы объясняете, что есть в начале игры, по сути. Во-первых, выдается 50, это хорошо. Крутить колесо удачи, что за колесо удачи, непонятно отсюда, что в нем есть, какие в нем есть призы, что игрок может из него получить, и почему только один раз за игру. Тоже, например, очень хорошо было бы давать один раз в день крутить, или один раз бесплатно, а остальные разы за просмотр рекламы. Вот, то есть нужно тоже эти моменты продумать. Тут непонятно, пока как работает. Сойти в магазин для чего, тоже непонятно. Что там можно купить, доллары, или, например, попытки, чтобы покрутить колесо фортуны, тоже непонятно. В магазине игрок, может купить себе начало игры доп.жизнь за доллары. То есть только доп.жизнь, или же он может еще доллары купить. Тоже непонятно. Скорее всего, может и доллары купить. По наведению мыши, указателя мыши, пункты меню начинают подсвечиваться. Это описание первого вашего экрана. Тут надо написать еще правила игры. Ну, какие правила именно в том, когда вы нажимаете кнопку play, что там вообще происходит, что надо делать. тут непонятно сейчас. Управление стрелками вверх-вниз, это точно так же, как в прошлом документе. Нужно написать, что происходит, да, и почему вы управляете вверх-вниз. Не знаю, птица может упасть или не может упасть. Только вверх-вниз или, то есть, надо постоянно там их нажимать или нет, чтобы она не упала. Вот. Летит она вправо или влево тоже. Все это надо пометить. Первый уровень, что мы летаем между труб, уворачиваемся, собираем бусты. Это понятно. Почему бусты? Что такое бусты? То есть, для чего они здесь? Бусты разные бывают. Они могут там на ускорение быть или давать жизнь. То есть, тоже, если раз уж пишите, что есть бусты или монетки, пишите, зачем они нужны. И финал. В итоге мы пролетаем одну минуту, ни разу не попав в трубы, то выигрываем. Получается, что в игре тебе нужно продержаться одну минуту, не проиграв, и ты выигрываешь. Все ли это? Или ты можешь повторно сыграть еще раз в игру? Если повторно, то надо подумать, вот, что получается, игрок только одну минуту может играть, а дальше уже либо ничего нет, либо то же самое. Нет, у меня можно играть повторно. А повторно, когда играешь, какие-то новые уровни есть? Или только один уровень? Нет, только один уровень. И если мы, то есть, типа трубка саймсит, у нас обратно в меню выкидывает. Ну вот тогда посмотри, подумай, если бы игрок захотел играть в твою игру долго, да, ему же не очень интересно будет играть в один и тот же уровень. Подумай, как можно сделать еще уровень. Например, если ты прошел этот уровень за минуту, то ты молодец, значит, следующий уровень будет другой, например, сложнее уже. Ну, можно делать, меняться локации. Да, можно. Можно там трубы по-разному располагать, делать больше труб или меньше, или скорость быстрее делать, чтобы нужно было резче. для этого у меня бусты есть, чтобы их ускорять, замедлять или деньги собирать. Это какая-то отсылка к Марио. Вот, и напиши тогда обязательно, зачем нужны бусты. Чтобы дизайн документа был. Ну, вот так. Ребята, еще вопросы? Нет. Второй сезон будет с Юнити. Нет, второй сезон тоже остается скретчем. Как правильно расставить рекламу, чтобы не пугать новых игроков? Можно сказать, а была конференция по первому сезону? По первому не было, мы решили организовать вот такой образовательный трек. То есть, когда у вас будет возможность встретиться с гейм-дизайнерами, чуть позже следите, пожалуйста, за расписанием конференции в Инстаграме или в Фейсбуке. Следующее занятие будет с представителем художников, то есть, вам будут объяснять, как делать игровой арт. Вот, ну, и чуть позже, когда, Петр, соберем все вопросы, Петр скажет, когда он еще с вами сможет встретиться. Вот. А когда еще будут конференции? Вот, еще раз, подпишитесь, пожалуйста, на Инстаграм, подпишитесь, пожалуйста, на страницу в Фейсбуке и контролируйте, когда будут следующие конференции. Завтра будет конференция по кодированию игр, то есть, вам расскажут такие вот отдельные фишки, как кодировать игру. Вот, ну, как вам сказать, у гейн-дизайнеров немножко не такой взгляд, как у просто программистов. И можно не только обработать столкновение, например, птицы с трубой, Петр, вот, кстати, поправьте меня, если что-то буду говорить не совсем в тему. Если программист просто... Да? Да, там написано меньше минуты. Так, тогда я очень быстро. Значит, завтра в 6 часов у нас будет конференция по кодированию игр, ровно в 6 для начинающих, 6.45 для тех, кто уже более продвинутый. Все ваши вопросы вы пишите мне. Я, наверное, сейчас сделаю в углу форму, соберу их, и в четверг рано утром я все пересылаю Петру, чтобы он посмотрел, что же вас интересует. Огромная просьба к вам. Вот, поблагодарите Петра в Инстаграме, потому что человек выделил свое личное время. И я думаю, ему будет приятно услышать, что сделал он это не зря. Мы готовимся к этим образователям.